Итак, доброе утро, дорогие друзья! Всем доброе утро, Бокер Тов! Бонжур! Хеллоу! И мы продолжаем изучать Мишли и притчи царя Соломона Великую Мудрой Сторой которая была получена царем Соломоном он же был тоже пророк он построил первый храм и он настолько но он взял эту Мудрой Сторой и ее перевел в понятные вообще абсолютно в понятные жизненные ситуации вот сегодня будет вообще у нас вся седьмая глава, которую мы сейчас изучаем она как раз она как раз о очень важной теме взаимоотношения с женщиной это сейчас очень актуальная тема я вот смотрю Анжела Крушельницкая пришла на урок но вообще это царь Соломон больше обращался к мужчинам мужчины должны учить Тору а сейчас больше учат женщины Тору очень странно стала какая-то ситуация что женщины больше учат Тору а царь Соломон обращался к мужчинам ну Зальман Зальман он как раз сейчас наверное узнает для себя что это полезно от косов итак мы остановились на том что царь Соломон нам советует Тору изучать повторять и делать заповеди чтобы они были как на пальцах это такая короткая подводочка и если у тебя будет Тора всегда в твоем восприятии то ты узнаешь из нее как предохраняться от жены чужой от чужестранки чьи речи льстивы то есть ты спасешься и от женщин непонятных и одновременно от чуждых идеологий которые тоже сравниваются с женщинами теперь значит говорит нам говорит нам дальше царь Соломон в шестом отрывке седьмой главы тиба халон бейти бад ашнаби не шкафти он говорит в окно дома сквозь решетку я наблюдал шалом всем я говорю шатанин всем шалом что имеется ввиду что он сквозь окно сквозь решетку я наблюдал понятно да значит объясняет нам Малбин объясняет Малбин что это значит что человек может смотреть на все вещи двумя способами первый способ это поверхностный взгляд посмотрел поверхностно то есть ты видишь только внешнюю внешнюю как бы картинку такая 2D вот Анна шаббат шалом дорогие все посмотрел шаббат шалом все это внешний взгляд теперь можно как сквозь решетку внимательно рассматривать можно внимательно углубиться и посмотреть Анна СК что за Анна СК и можно туда дальше нажать например как в фейсбуке ты нажимаешь на на имя и ты проваливаешься на страницу человека провалился ты на страницу человека дальше ты можешь посмотреть чем он живет чем он занимается как он мыслит и так далее то есть это называется более углубленный взгляд можно поверхностно фотография Анна все а можно глубоко то есть понятно да и то же самое то же самое происходит сейчас в фейсбуке но опять же можно еще глубже посмотреть интересно я вчера только где-то видел такая заметка что на сегодня гугл например да он знает про человека все он знает что он куда он ходил что он искал как он себя ведет в разных состояниях на что он реагирует то есть у них есть вот этот вот бигдата то есть как бы где собирается вся эта информация анализируется и они людей сейчас знают лучше поведенческие привычки каждого из нас они знают лучше чем мы сами знаем вот но цель сам он говорил тогда не о гугле что надо так изучать людей он говорил каждому из нас чтобы мы вдумывались ну вот я знаете есть такое в криминалистике да вот есть преступление они смотрят на преступление и первый вопрос который задает криминалист какой-нибудь да кому это выгодно это он хочет вглубь зайти да второй вопрос говорит криминалист если там произошло что-то убийство там еще что-то он говорит ищите женщину шершеля фам и дальше царь Соломон как раз в седьмом отрывке он об этом и говорит и он говорит дальше так в эре бептаим авину бабаним на архасерле он говорит и увидел я среди птаим птаим это люди наивные которые не смотрят вглубь он говорит он как бы дал нам в начале совет смотри вглубь а потом он говорит и увидел я среди наивных в эре бептаим увидел я среди наивных авина заметил я среди Баним на Архасадлеф и увидел я среди людей, которые наивные, они просто наивные то есть они односложные и им легко как бы манипулировать а есть все-таки они, которые не такие уже, они наивные вот эта вторая часть неразумный юноша, но он этот неразумный юноша он не управляет собой то есть вот эта идея есть люди, которые наивные они просто вот всему верят то есть им легко манипулировать и обычно государства, СМИ, средства массовой информации они манипулируют простым народом очень просто кто виноват? Евреи виноваты все, даже ничего выдумывать не надо Сидизмунд вот смотрит в это самое а в Индии, например, кто виноват? тоже евреи виноваты то есть для народов, вот этим манипуляторам достаточно чтобы отвести от себя в вину достаточно любая маленькая война там вот Украина, Россия сделали войну весь народ пять лет смотрел только на вот эту войну которую развязали для своего удобства власть имущие чтобы народ на пять лет был отвлечен почему власть имущие имея зарплаты по тысяче долларов в месяц они зарабатывают миллиарды и летают на самолетах ну вдумайтесь, да там министр финансов России бывший, Вавилов или как-то его он бах вдруг уходит с госслужбы и у него три миллиарда долларов откуда три миллиарда долларов у госслужащего? откуда? но весь народ занят тем что он как раз наблюдает за войной выходят на улицы кричат майданы там и так далее а Янукович убежал а с ним убежало там десять миллиардов долларов из бюджета как? никого не волнует это нормально то есть все за идею значит это называется простоти теперь, а есть люди, которые они вроде бы головой все понимают но они без самообладания то что называется да? хасер лев то есть у них нет возможности управлять собой они все равно точно так же подвержены манипуляциям есть которые глупые а есть которые эмоциональные это между ними разница небольшая восьмой отрывок восьмой отрывок увидел значит царь Соломон и простака который односложный и юношу который без самообладания и восьмой отрывок авер башук эцельпина ведерах бейта и цад значит и он проходит по рынку рынок это как маркет то есть мы все общество потребителей и уже тогда главным местом где люди собирались и в котором они вокруг которого крутилась вся жизнь людей это был шук рынок и то же самое как сейчас маркет маркетологи мы все покупатели мы все продавцы и значит уже в то время видите говорил царь Соломон что проходит такой юноша по шуку по рынку эцельпина остановился он возле угла это речь идет о женщине испорченной вот этой и дырак бейта и цад он как бы вокруг ее дома проходит то есть здесь нам дается дается нам некая модель некая модель как что ведет человеком и вот здесь значит самое сильное то что ведет человеком то что ведет человеком да самое сильное на армянском рынок шука интересно а на иврите шук да значит шук Это рынок. Значит, что интересно, самое сильное влечение, которое, вот, Фрейд считал, что это полностью, оно руководит всеми мыслями человека, руководит инстинкт вот этого вот размножения, да, сексуальное влечение. Есть там споры или влечение сексуальное, или инстинкт самосохранения, но действительно на инстинктивном уровне человеком руководит именно это. То есть, если у человека инстинктивный мозг, который шлет самые мощные сигналы, и он как бы, он, инстинктивный мозг, он управляет, да, он управляет телом человека. То есть, человек не думает, во время сна он вообще не думает, он отключен. Когда он ходит, он не думает. То есть, инстинктивный мозг, он очень сильный, он управляет человеком помимо мышления. Это инстинктивный мозг. Теперь этот инстинктивный мозг, он запрограммирован на два самых сильных сигнала. Это инстинкт самосохранения, не упасть, выживать там и так далее. И второе, это сексуальный инстинкт. Это даже с Фредом тут можно согласиться. Но Фред не знал, что есть вот эта модель, после него жил Пол Маклин, который нейрофизиолог, там он психолог. Он говорит, сверху на вот этот вот мозг инстинктивный, на нет мозг эмоциональный, мозг млекопитающий. Этот мозг, он запоминает, что приносит человеку страдания и что удовольствие. И он тоже, человека рулит очень быстро, эмоции прям рулят. Увидел что-то, что вызывало когда-то удовольствие. Вау, хочу. И человека туда хочу. Не обязательно сексуально. Он может между пирожным и женщиной выбрать пирожное. Потому что пирожное ему когда-то принесло большое удовольствие. Это эмоциональный мозг. Теперь, в Торах все это называют вместе Ецерара, злое начало человека, животное начало. Есть интеллектуальный, рациональный мозг. Там, значит, рациональный мозг человека, это его планы, мечты, правила поведения и так далее. То есть это очень легкая надстройка, которая, эта легкая надстройка, она пытается управлять человеком, но она надета сверху на вот это животное и на инстинктивный мозг, который вообще, слов вообще не понимает. Теперь получается, что вот в этом вот, в этом вот, как бы союзе, да, таком, рациональный мозг пытается управлять. Но юноша, которого назвали здесь, Хасер Лев, который не управляет своими эмоциями, его эмоции они сильнее ведут, чем того, кто пытается управлять. И вся Тора, это поставить свою животную природу под контроль рациональной, вначале, это первый шаг. Поэтому вот евреи сидят, учат Тору, Талмуд, целыми днями учатся, учатся, чтобы у них вот эта вот мышца рационального мозга, управление мыслями, она сильная, а тело становится слабенькое такое. И вот они такие с виду слабенькие, а рациональная часть, они культуристы такие, да, те, кто в ешивах учатся. И дальше они хотят свою рациональную часть поставить под контроль божественного Торы, которую получили у пророка. Теперь, ну что мешает, вот это вот как раз внутреннее животное. Теперь говорит царь Соломон, как оно все проявляется. Вначале ты проходишь по рынку, то есть у тебя вроде бы цели просто заработать, то есть ты выходишь на улицу, нет у тебя никакой цели ни согрешить, ни кого-то там изнасиловать и так далее. То есть ты выходишь просто заработать на рынок. И ты проходишь вокруг угла дома вот этой вот разратной женщины, как бы между делом. Дальше, девятый отрывок. Дальше царь Соломон говорит, как проходит замутнение разума. Он говорит, вначале идет сумерки, потом на исходе дня, потом в ночной темноте, а потом во мраке. И тут у тебя начинает тебя мысль вот это вот накрывать, какая-то такая мысль. А может выпить, например, там 50 грамм всего, оно же не помешает. Это есть хорошая метафора, когда вот человек боится поправиться. Он боится поправиться, и он из-за этого себя контролирует. Ему дается совет такой, да? Если вы боитесь поправиться, выпейте перед едой 50 грамм коньяка. И вы перестанете бояться поправиться. Все, страх уйдет. Здесь то же самое. То есть вот он выходит на шуг заработать, этот юноша, который не управляет собой. И проходит мимо дома вот этой вот женщины легкого поведения. Низкой социальной ответственности, как их культурно называют. Теперь, значит, эта женщина низкой социальной ответственности. Она прямо, он думает, да я вообще к ней не имею отношения. Потом, но у него начинает идти замутнение. Вначале идет как вечер, потом сумерти, потом исход дня, потом ночная темнота, и потом он попадает во мрак. И десятый отрывок. Вы ины и шали крото, шидзона, он и цурет лев. И значит, вы ины, и вот, женщина выходит ему навстречу. О, почти. Все. То есть она до этого момента сидела в засаде. Почему? Потому что, ну, если бы он ее увидел, он бы убежал. Но тут она, он уже в темнота, он уже возле ее дома. И она выходит ему навстречу. В одежде блудницы, так цель само написала этих женщин низкой социальной ответственности, одета как зона блудница, ныцурет лев, с коварным сердцем. Сейчас, кстати, вот это вот то, что раньше называлось одежда блудницы, сейчас так одеты 90% женщин, все нерелигиозные женщины, они стараются выставить на показ свою сексуальную привлекательность. Она может быть там замужем, и может быть уже там под 60 лет. Но она все равно, ее как бы, вот эта мода современная, она, вот эта вот мода современная, она реально как бы, я не знаю, кто ее придумал, потому что сейчас и мужчины начали одевать как женщин легкого поведения. То есть вся эта мода, ее и придумали люди легкого поведения, которые стараются всех с виду сделать такими же, как они. Да, то есть ужасно это, конечно. И приходится, я думаю, что приходится спасаться, вот эти вот спасаются евреи, такие настоящие цадики, в штраймалах они ходят, они говорят, мы не такие. То есть им приходится как бы идти на опережение, ну то есть уже не говорят, мы не хотим одеваться, как сейчас мужчины одевают короткие штанишки, такие обтянутые обязательно, чтобы были там, ну то есть полностью как женщины легкого поведения. Хорошо, одиннадцатый, теперь описание идет этой женщины, чтобы мы знали, как выглядят женщины, от которых надо убегать. Значит, одиннадцатый отрывок, омияи, омияи это она, а-а-а, вот такая омия, само слово омия, но как бы осталось, гомик отсюда идет слово омия, ома. Значит, она такая, шумлива, так переводят это слово, вэссорэрет бэбэйта, и не обуздана, она бури устраивает в доме. То есть она, эта женщина легкого поведения, она очень эмоциональна, и она устраивает бури вот такие вот эмоциональные постоянно. А там, где она эмоциональные бури устраивает, там же она может и в сексуальную бури устраивать, и такие эмоциональные бури. В общем, и какой еще у нее признак у этой женщины легкого поведения? Бэбэйта лоишкэну раглея, в доме ее не находятся ее ноги, она дома не сидит. Она вот эта женщина, она все время вовне, она не домашняя такая, она везде, она хочет быть на виду, она хочет везде выступать, она хочет везде быть центром внимания, да. Это признак того, что она, она шумлива, то есть шумные женщины, то есть она не управляет своей животной природой. Она шумлива, она не обуздана, она эмоциональна, и она не дома, а снаружи. Скромности у нее нету. Двенадцатый отрывок. Значит, паам бахуц, паам бараховод, она то она возле дома она шумит, то она бараховод на улицах она шумит. Вецель коль пина тееров. И возле каждого угла устраивает она засаду, то есть она в засаде, то есть она так повернется, у нее тут разрез, так повернется, здесь разрез. Тут она духами, значит, на всех, на всех прыскает, ну, чтобы от нее сильно пахло. Я вам говорю, сейчас женщины, вот их обучают, как быть привлекательными, это спецназ так не обучают вообще. То есть у них эти курсы, которые они проходят, обольщение, там курсы дейш, это страшно. Это страшно, то есть шаг, вот я если бы это не знал, я бы может, а сейчас я вижу все уловки, и прямо видно, как они стараются, но у них, знаете, в чем их проблема? Они все нацелены на одну категорию мужчин, чтобы мужчина, у которой там с деньгами, известно, они все хотят выйти замуж за принца. А эти принцы, когда на принца этого, ну, принца в кавычках, потому что его, как бы, ну, тоже журналы, все это типажи вот этого мужчины, такой он весь занятый, такой весь, ну, известный с деньгами, и они все устремлены, эти обольщительницы все, они все устремлены на одну цель. А когда на что-то есть большой спрос, огромный, то вот это что-то, оно очень сильно поднимается в цене. И эти мужчины, за которыми бежит тысяча этих вот спецназовцев, женщин, да, которые готовы на все, чтобы его обольстить, они становятся просто недоступны, то есть недоступны, все. И, значит, эти женщины оказываются у разбитого корыта. Вот такая вот вообще беспонтовая эта вся история. Вообще, вместо того, чтобы обучать, как создать семью с нормальным мужчиной, как вместе с ним создавать дом, воспитывать детей и так далее, то есть сделать это идеалом для женщины нормальная, хорошая семья, то они, как бы, женщин обучают тому, чтобы обольщать вот это все вот проституции, и, значит, это ужасно, да. Но, слава богу, мужчины должны знать, что это все уловки. Вот Дамир, партнер, он должен знать, что сейчас вот эти вот все женщины, они все спецназовцы, то есть они обучены все. А на самом деле у них внутри вот очень ничего хорошего нет. Значит, дальше. Делает она засаду на каждом углу. На каждом углу делает она засаду. Дальше, тринадцатый отрывок. Вээхэзикабо, вэнашкабло, она его схватила, этого парня, она его целовала, вээзапанеа вэтумарло. И она настолько с бесстыдным лицом, она ему говорила. Что же она ему говорила с бесстыдным лицом, мы узнаем на следующем уроке, потому что сегодня мы не узнаем, что она ему говорила. Время закончилось, время закончилось, да. Поэтому, поэтому будьте осторожны, Борис Малеров, да, будьте осторожны. То есть женщин надо не там выбирать, искать, где они все тусуются, а в синагоге, в синагоге, да. Хорошо, дорогие друзья, всем, давайте, всем шаббат шалом. Удачи, успеха, удачи, успехов, чтобы все были осторожны, внимательны к уловкам вот этих вот людей, которые... И главное, лучше быть внимательным к уловкам своего злого начала. То есть ты не можешь изменить окружающий мир, но ты можешь хотя бы попытаться себя поставить под свой контроль и начать управлять собой. Не быть Хасер Лев, Хасер Лев это тот, который не управляет своим сердцем, своими эмоциями, а быть именно человеком, который управляет собой, выстраивает себя по рациональным, правильным схемам и дальше просто двигается по жизни, выстраивая себя. Хорошо, дорогие друзья, все, удачи, успехов, удачи, успехов, всего хорошего, всего хорошего, всем шаббат шалом. Напишите свои выводы, пожалуйста, после урока, это очень важно.